Сегодня поговорим о печёночных ферментах, о самых популярных показателях биохимических, повышение которых вы очень часто будете видеть при интерпретации результатов биохимических исследований. Все мы знаем, что заболевание печени имеет очень разную симптоматику. Симптоматика может быть как невыраженной, так и ярко выраженной. К невыраженному симптоматике мы можем относить к ранним неспецифическим признакам анорексию, снижение веса, сонливость, угнетение, слабость, тошноту, периодическую рвоту и диарею и абдоминальные боли, которые будут проявляться либо позой молельщика, либо животное может горбить спинку. Варианты различные. Все эти клинические признаки могут сопровождать как заболевания печени, так и многие другие заболевания. К ярко выраженной симптоматике, которая сопровождает уже тяжёлую печёночную недостаточность, будут относиться полиурии, поридипсия, экторичные слизистых оболочек. Помним о том, что экторичные слизистых оболочек мы видим уже визуально в том случае, когда уровень бельрубина превышает 50-70 микромоль на литр. Это асцит в основном у собак. Коголопатия. Также помним, что факторы свёртывания за исключением восьмого все синтезируются в печени, поэтому все тяжёлые печёночные заболевания могут сопровождаться нарушением процесса свёртывания. У кошек это может сопровождаться слюнотечением, и при печёночной энцефалопатии мы можем наблюдать уже сильное угнетение к уму. Из дополнительных находок, которые мы можем находить на рентгенографии либо на ультразвуковом исследовании, будет относиться микрогепатия или, наоборот, гепатомигалия. И, соответственно, для того, чтобы дифференцировать заболевания печени от других патологий, мы назначаем животным ряд лабораторных исследований. К этому будет относиться исследование сыворочных ферментов, для того, чтобы оценить, есть ли повреждения гепатоцитов. К таким ферментам мы относим АЛТ, АСТ и ГЛДГ. Мы смотрим ферменты, отвечающие за хористаз, это щелочная фосфатаза и гамма-глутамилтрансфераза, и непосредственно показатели, которые оценивают работу печени. Все они будут, в свою очередь, подразделяться на тесты, которые оценивают синтезирующую функцию печени. Опять же, косвенно. Это холестерин. Холестерин при заболеваниях печени может вести себя по-разному. Мы можем видеть высокий холестерин при холестазе и можем видеть низкий холестерин при достаточно тяжелой печеночной недостаточности. Это мочевина. Опять же, низкая мочевина будет наблюдаться при портосистемных шунтах, порожденных, приобретенных в терминальных стадиях хронической почечной недостаточности. Но также мы должны помнить о том, что существует масса других причин, которые могут вызвать снижение уровня мочевины, не связанного с печенью. Следующий момент. Это альбумин. Что касается альбумина, снижение альбумина по причине печеночной недостаточности мы будем встречать не всегда, потому что мы должны помнить о том, что период полураспада альбумина достаточно длительный, от 7 до 20 дней. И поэтому именно снижение альбумина по причине снижения синтезирующей функции печени будет при таких уже достаточно тяжелых патологиях. И непосредственно глюкоза. Глюкозу мы также можем наблюдать снижение по причине того, что снижается как продукция гликогена, так и идут потери гликогена. То есть это также, возможно, портосистемные шунты и достаточно тяжелая печеночная недостаточность, которая сопровождается уже потерей более 70% печеночной пронхематозной ткани органа. И непосредственно тесты, которые оценивают у нас функции печени, это определение желчных кислот и это определение аммиака. Желчные кислоты мы можем определять как в сыворотке, так и в моче. Аммиак определяем плазмой крови. Про билирубин не буду сегодня касаться, но хочется сказать буквально в двух словах, потому что он достоин отдельной презентации, о том, что мы не определяем фракции билирубина. Очень меня просили терапевты об этом напомнить, потому что, к сожалению, часто проводится разделение билирубина на прямой и непрямой. Это абсолютно бесполезный тест. Действительно, в гуманной медицине принято смотреть фракции билирубина и в зависимости от этого оценивать желтуху на обтурационную, пронхематозную и геморитическую. Но в ветеринарии, к сожалению, колебание между этими фракциями может быть абсолютно непредсказуемым, и как-то пытаться это интерпретировать и строить на этом диагноз невозможно и неправильно. И следующие моменты, которые мы можем из лабораторных тестов при болезнях печени находить, проводя общий анализ крови. Это, прежде всего, анемия. Анемия у нас может быть разной. Может быть регенераторной, может быть нерегенераторной. Регенераторная анемия будет сопровождаться, соответственно, если у нас есть какое-то либо изъязвление желудочно-кишечного тракта, либо уже наблюдается нарушение свертывания. Что касается нерегенераторной анемии, то это анемия хронических заболеваний. То есть она достаточно часто сопровождает все заболевания печени и очень часто сопровождается микроцитозом. Из изменений морфологии эритроцитов мы можем видеть различные нарушения, которые будут связаны в основном с нарушением мембраны эритроцита. Мы знаем, что при заболеваниях печени будет происходить нарушение либидного обмена, а в основе мембраны эритроцита находятся фосфолипиды. И различные изменения в виде формы эритроцита, в виде появления мишеневидных эритроцитов, акантоцитов, все это мы можем наблюдать. Что касается ликоцитоза и сдвига влево при заболеваниях печени, это все же характерно для таких острых воспалительных процессов. Это могут быть инфекции, такие как лептоспироз, это может быть желчный перитонит, холецистит. Следующая находка может быть тромбоцитопения. Тромбоцитопения опять же мягкая по причине того, что тромбопоэтин также синтезируется в печени. И при хронических заболеваниях печени мы можем наблюдать мягкую тромбоцитопению. Следующее исследование это анализ мочи. Но анализ мочи не самый показательный при заболеваниях печени. Нас здесь интересуют билирубинурия, любая у кошек и выраженная у собак. И кристаллы уратамонии, которые могут дать один из пазлов при диагностировании портосистемных шунтов. Дополнительные тесты при подозрении на заболевание печени можем проводить исследование коголограммы. Мы знаем, что при дефиците ферментов мы можем видеть удлинение протромбинового времени и активированного частично тромбопластинного времени. И непосредственно мы знаем, что все лабораторные тесты, они изначально мы тоже только можем подозревать заболевания печени. Окончательный диагноз мы ставим исключительно по гистологии. Что касается цитологического исследования печени, оно обладает рядом ограничительных моментов. И это связано непосредственно с тем, что мы можем просто не попасть в патологический очаг. Но иногда нам действительно не везет, и мы можем обнаружить и карциному, и лимфому печени. И дополнительные исследования, которые уже проводят непосредственно клиницисты, это ультразвуковое исследование, либо рентгенографическое. И несколько слов, перед чем мы перейдем к печеночным ферментам. Просто что мы должны знать о ферментах. Ферменты — это прежде всего белки. Мы знаем, что каждая клетка имеет свой уникальный набор ферментов, как отпечаток пальца. Есть клетки различных органов и тканей, которые имеют одинаковое количество ферментов, но оно может быть разным по содержанию. Что мы должны знать? Когда мы видим высокий уровень фермента, это может быть либо повреждение клетки в результате нарушения мембраны, либо повышенная индукция. Мы знаем самый важный момент в случае ферментов. То есть они не дают нам какой-либо информации о функции органа. Они просто говорят о повреждающем воздействии. Основная функция ферментов — это катализаторы биохимических реакций для превращения субстрата в фермент. Сами по себе они абсолютно безобидны, они не агрессивны для организма. Естественно, нет такого понятия, как высокое значение угрожающей жизни, так и нет понятия низкого значения в случае ферментов. Принятые единицы измерения у нас в международной системе СИ — это МЕ на литр. И понятие нормы будет варьировать в каждой лаборатории. Еще такой интересный момент из того, что ферменты имеют достаточно широкие референсные интервалы. Очень часто мы будем именно на ферментах хорошо прослеживать гауссовское распределение, согласно которому получается, что у нас есть пациенты, у которых вроде бы как верхняя граница. До сих пор считается, что это вариант нормы, но у каких-то пациентов это будет уже являться началом повышения активности фермента. И так называемая серая зона наиболее хорошо прослеживается именно в ферментах. И общие советы, когда мы получаем бланк результатов биохимических исследований с повышенными ферментами, мы должны руководствоваться определенным алгоритмом действия. Мы должны помнить о том, что да, действительно, это очень чувствительный тест, но он не специфичный для заболеваний печени. И когда мы получаем такой анализ, это не должна быть консультация за 5 минут с доктором, доктором-сладельцем, а это достаточно долгая работа, потому что нам нужно собрать достаточно большое количество, ну это как собрать пазл, исключить большое количество причин, которые могли бы повлиять на повышение активности ферментов, потому что очень часто вы будете сталкиваться с такой ситуацией, когда это будет вторичная реактивная гепатопатия. Это не основное заболевание. И самое важное здесь отличить первичное заболевание от вторичного, а это непросто. И поэтому мы должны собрать полный анамнез жизни, должны уточнить, не получают ли животные лекарственных препаратов, нет ли у животного заболевания эндокринной системы, и, соответственно, устранить все возможные другие непечёночные процессы, которые могли бы повысить уровень печёночных ферментов. Помним, что, я думаю, что и так вы знаете, это очень хорошо, что тяжёлые заболевания печени, заболевания, сопровождающиеся потерей паранхематозной ткани, они могут не сопровождаться повышением активности ферментов, либо это будет очень незначительно. И что касается повышения активности ферментов, это не всегда прогностично. Да, действительно, как правило, в случае АЛТ и СТ повышение активности этого фермента будет свидетельствовать о повреждении гепатоцитов, и будет параллельно количество повреждённых гепатоцитов. Но это не будет говорить ни о тяжести повреждения, и не будет также свидетельствовать, нарушена ли здесь функция органа, либо не нарушена. Соответственно, для того, чтобы посмотреть, есть ли нарушение функции органа, мы должны проводить дополнительные тесты всегда на функциональную способность. Это определение желчных кислот и это определение аммиака. Также очень часто мы можем наблюдать о том, что у нас будут расхождения в результатах гистологических исследований, в результате биохимических тестов. Ну вот, такое бывает, и к этому нужно быть готовыми. Что важно знать при изменении активности печёночных ферментов? При повышенной активности печёночных ферментов мы всегда должны проводить мониторинг. То есть мы всегда должны повторять это исследование через определённые промежутки времени, чтобы смотреть, происходит ли ответ на лечение, снижается ли активность воспалительного процесса. Следующий момент. Почему при повреждении гепатоцита и при некрозе у нас будут наблюдаться такие различные значения? Мы должны помнить, что если, поскольку это хорошо иллюстрируется именно на примере АЛТ, связано это с тем, что АЛТ фермент цитозольный, и он при любом малейшем повреждении мембраны гепатоцитов, он моментально выбрасывается в кровь. И даже малейшее повреждение гепатоцита приведёт к повышению активности АЛТ, и плюс клетка будет с новой силой индуцировать выработку фермента. В случае острого некротического процесса клетка выбросит ферменты однократно и погибнет. Если это будет какой-то хронический процесс, то клетка потихоньку будет выбрасывать эти ферменты, это будет незаметно, мы не будем видеть повышение активности фермента до тех моментов, пока она не умрёт. Поэтому основными причинами у нас является отсутствие повышения активности печёночных ферментов при заболеваниях печени, является либо замещение гепатоцитов феврозной тканью, либо истощение клетки в результате хронического повреждения. Наша задача, когда мы получаем такой бланк с повышенной активностью печёночных ферментов, дифференцировать патологический процесс. То есть мы должны понять, что это гепатоцеллюлярное повреждение, то есть повреждение мембраны гепатоцитов, это мы отслеживаем по ЛТСТ, у жвачных животных и у лошадей, по ГЛДГ и АСТ. Либо это холестаз по повышению сыворочной щелочной фосфатазы и ГГТ, иногда билирубина, либо это снижение функций печени. Но эти процессы, они все могут между собой комбинироваться по разным причинам. Допустим, если это какой-то островоспалительный процесс, то гепатоцит набухает. Соответственно, он будет передавливать желчные канальцы, и мы будем сталкиваться с холестазом. Если это, наоборот, холестатическое какое-то повреждение, мы знаем, что основной компонент желчи — это желчные кислоты. Желчные кислоты — это агрессивное вещество, которое изначально будет разрушать мембрану гепатоцитов. Соответственно, при холестазе мы будем наблюдать также повышение активности трансэминаза. И, соответственно, еще один алгоритм действий. Всегда, когда мы видим повышенные печеночные ферменты, мы действуем строго по алгоритму. Мы собираем анамнез, мы проводим подробный физический осмотр, мы оцениваем результаты других лабораторных тестов, и, соответственно, в дальнейшем мы дифференцируем патологические состояния, что здесь преобладает холестаз, снижение функций либо гепатоциллярные повреждения. И в дальнейшем, соответственно, уже проводим по необходимости биопсию и гистологическое исследование печени. Прежде всего, вы должны понять, когда видим повышенные ферменты, что это — утечка в результате повреждения мембраны, либо это индукция, вызванная лекарственными препаратами. Опять же, важно знать, какой период полураспада у каждого фермента и через какой интервал времени фермент должен вернуться в свой нормативный референсный интервал. Важно помнить о тканевой специфичности и, естественно, самый важный момент о том, что должны быть строгие правила хранения отбора образца. Что касается правил хранения отбора, в принципе, здесь нет каких-то строгих правил. Дело в том, что ферменты — это как любые белки. При нарушении правил хранения отбора будет наблюдаться дентурация, деградация. Работаем мы с обычными пробирками. Либо это активатор свертывания, разделительный гель, либо это пробирочки с гепарином и разделительным гелем. Если у нас нет возможности провести исследование в ближайшее время, такую пробирочку мы получаем из нее сыворотку либо плазму и помещаем в холодильник. Если это исследование будет проведено в какие-то более длительные сроки, то сыворотку или плазму лучше заморозить, и 5-7 дней ферменты держатся на таком ровном, хорошем уровне. Самые основные враги печеночных ферментов — это хелиоз и гемолиз плазмы. К сожалению, основная, стандартная наша биохимия на спектр фотоиметрической, любое повышение мутности образца, она будет искажать результаты исследований. И при хелиозе, при гемолизе мы, как правило, либо увидим ложно завышенный уровень ферментов, либо, опять же, это будет зависеть от анализатора, от реактивов, либо это вообще будут какие-то немыслимые цифры, возможно, даже нули. Как мы оцениваем? Дело в том, чтобы говорить о том, что у нас повышен уровень фермента, он должен превышать верхнюю границу референсного интервала не менее чем в 3 раза. То есть, соответственно, если это повышение в 2 раза или в 1,5, мы можем не обращать на это внимания, либо мы проводим исследование повторно, через несколько дней, чтобы оценить динамику нарастания активности фермента. Мы должны понимать, что нет такого понятия нижней и верхней границы нормы. То есть, если мы рассматриваем, допустим, такие показатели, как мочевина, креатинина или белки, действительно, да, есть такое понятие, как, ну, можно придраться, то, что показатель находится либо на нижней границе, либо на верхней границе. В случае фермента такого понятия нет. Это должно быть выраженное повышение. И что касается снижения активности фермента, то это тоже не патология, за исключением, если это не какая-то лабораторная ошибка. Основные ловушки, с которыми мы можем сталкиваться. Надеюсь, в принципе, никакая лаборатория таких цифр не выдает, но я несколько раз с таким встречалась. К сожалению, таких цифр невозможны. Ни нулевых значений, ни, соответственно, отрицательные, ни настолько низких значений мы получать не можем. И причины здесь разные. Либо это нарушение именно мутности образца, да, это гемолиз, либо хиллез. Либо очень часто это может быть связано с тем, что нарушается ход самой биохимической реакции. Как правило, это происходит при аномально высоких показателях. То есть это может быть 2000, 5000, 7000. Поэтому, когда лаборатория, соответственно, или врач, который работает в лаборатории, получает такие цифры, то прежде всего по возможности нужно обратиться к графикам реакции и посмотреть, насколько корректно прошла реакция. Биохимическая. А в дальнейшем, соответственно, идеальный вариант это развести такой образец и поставить снова. Развести не менее чем 10 раз. Это основные причины вне печёночных повышения активности трансаминаз, о которых следует помнить. То есть эта группа достаточно такая обширная, как мы можем видеть. И все эти заболевания не связаны с печенью. Когда мы интерпретируем результаты анализов, мы также обязательно должны учитывать предположенность животных гепатобилиарным заболеванием. То есть пород достаточно большое количество, которые могут встречаться такие патологии. Несколько слов о расположении ферментов именно в гепатоците. Мы видим, что АЛТ занимает именно цитозольное положение, но свободное расположение. АСТ у нас содержится как в цитоплазме, так и в митохондриях, и ГЛДГ содержится только в митохондриях. В отличие от этого, щелочная фосфатаза и ГГТ, это мембранно связанные ферменты, они будут находиться на канальцевой мембране гепатоцита. И несколько слов буквально освежить ваше знание о аланиноминотрансферазе. Что мы знаем об этом ферменте? Максимальная концентрация АЛТ находится в гепатоцитах. Причем, что это свободный фермент, он находится в цитозоле, поэтому, как я уже говорила выше, любое малейшее повреждение мембраны гепатоцитов, оно приведет к тому, что АЛТ выбросится в кровь. В меньшей степени содержится АЛТ в мускулатуре, соответственно, в скелетной и в сердечной, и в небольшом количестве в эритроцитах. Поэтому при тяжелых мышечных повреждениях, при гемолизе повышение АЛТ будет незначительным. У крупных животных, у жвачных и у лошадей АЛТ не содержится в гепатоцитах, поэтому этот показатель не используется как при заболевании гепатобилиарных. Действительно, АЛТ пропорционально количеству поврежденных гепатоцитов. Но, опять же, это не прогностично. Мы знаем, что печень — уникальный орган, который обладает огромными регенеративными способностями. Эти процессы в большинстве случаев обратимы, все эти дистрофические процессы, они со временем вернутся в норму. И, опять же, по активности АЛТ мы не сможем никогда понять о том, что это легкое повреждение мембраны, либо это уже некроз. Самый важный момент, который мы должны помнить, это периоды полураспада. У собак АЛТ составляет от 2 до 5 дней, у кошек от 3,5 до 6 часов. Соответственно, как только воздействие какого-то повреждающего фактора приводит к тому, что у нас повышается активность АЛТ уже через 12 часов и достигает максимума где-то через 1-2 суток. Если повреждающий фактор перестает воздействовать, то уровень АЛТ будет падать в течение 1-3 недели и возвращаться к референсному интервалу. Еще такой интересный момент. Я думаю, что вы сталкивались с своей практикой, когда вроде бы как уже идет хороший ответ на лечение, вроде как животное уже практически вылечили, остальные ферменты вернулись в норму, но АЛТ будет высоким. Это действительно так. Это будет связано с тем, что идет активная регенерация, в дате регенерации гепатоцитов идет индукция и усиленное производство этого фермента. Поэтому АЛТ очень долго, в течение нескольких недель, будет выходить за пределы референсного интервала. Это референсные интервалы, принятые в нашей лаборатории. На них не нужно зацикливаться, потому что они в каждой лаборатории могут быть индивидуальными. Единственное, что помним о том, что если смотреть на референсные интервалы нашей лаборатории, для собак верхним повышением будет считаться цифра 240, для кошек — 300. Все остальные значения, как правило, мы не интерпретируем. Как мы уже говорили выше, что тяжелые заболевания печенью очень часто не сопровождаются повышением активности фермента. И интересный такой момент. Есть такие токсины, как афлатоксин, это токсин зерновых, и микроцистин, это бактериальный токсин, который часто содержится в стоячих водоемах. Они обладают интересным свойством, они вообще подавляют продукцию трансимина. Соответственно, тяжелые отравления этими токсинами вызывают острый массивный некроз, но не вызывают повышение активности ферментов. Из препаратов, которые могут повлиять на педагогию, но опять же, это литературные данные, считается, что метриндозол имеет похожую длину поглощения, такую же, как у АЛТ, то есть 322, и в связи с чем может занижать значение активности АЛТ. Но с учетом того, что огромное количество животных получает метриндозол, и все они регулярно сдают биохимию, но в практике не сталкивались никогда с подобным. Также считается, что цифалоспорин, энциклоспорин и зинеазид, потому что нарушается активация витамина В6, и передоксаль-5-фосфат — это компонент, необходимый для АЛТ, дефицит этого вещества также может снижать активность АЛТ. В практике не сталкивались, ничего не могу сказать по этому поводу. Что мы должны помнить? Опять же, как говорили выше, как и с любым ферментом, гемолиз или пимия вызывает повышение активности АЛТ. Но также рассматривается низкая концентрация витамина В6, которая, опять же, из-за передоксаль-5-фосфата. Низкие значения. Эти значения описаны в литературе. Что касается атрофии печени собак, с шунтами было очень много. Ни у одной собаки мы не встречались с низкими цифрами по трансаминазам никогда. Поэтому, опять же, практически подтвердить не можем эту информацию. Основные причины повышения трансаминаза, как мы видим, помимо заболеваний печени, рассматривается нарушение кровопрощения, различные в виде шоку, аниме и сердечной достаточности. И гетерогенные причины. К гетерогенным причинам относится такой достаточно обширный список препаратов. Влияние лекарственных препаратов на трансаминазы мы коснемся чуть позже. И помним о том, что все эти препараты являются гепатотоксичными, но их влияние может быть различным. Они могут либо вызывать индукцию, либо действительно уже действовать как сильные токсины. АСТ. Что касается АСТ, если мы посмотрим протоколы, принятые американские основные протоколы, которые используются для гипотобилиарных заболеваний, а АСТ, как правило, не включен в этот протокол. Обычно смотрят АЛТ, щелочную фосфатазу и билирубин. Последняя статья, наверное, была достаточно старая. Она 2005 года, когда исследовали кошек с печеночным липидозом и считалось, что 89% кошек все-таки преобладало повышение АСТ и только у 72 АЛТ. Я считаю, что фермент достойный, исследовать его можно. Опять же, если мы проводим мониторинг на ответ на лечение, тогда действительно АСТ мы можем не включать в этот профиль. Но если это первичный скрининг, и мы не знаем, что животным, то АСТ мы должны всегда включать в рутинный профиль. Что мы знаем АСТ? АСТ, в отличие от АЛТ, содержится как в цитозоле, так и в митохондриях. Существуют две основные причины, когда мы будем видеть превышение активности АЛТ, а наоборот АСТ перед АЛТ. Это острые массивные повреждения, либо это острый массивный некроз, когда идет необратимая гибель гепатоцитов, и когда уже идет их активное освобождение с митохондрией. Из того, что, как мы знаем, АСТ содержится помимо гепатоцитов и в эритроцитах, и в скелетной мускулатуре, и даже в головном мозге, в свое время проводились исследования АСТ даже в ликваре, для того, чтобы оценить степень выраженности патологического процесса. В дальнейшем от этого исследования отказались, опять же, в связи с низкой чувствительностью. Мы видим, что этот фермент не гепатоспецифичный, поэтому повышение уровня активности этого фермента может наблюдаться при различных патологиях. В принципе, дифференцировать повышение активности АСТ достаточно просто. Это три основные причины. Либо это повреждение мышц. Опять же, тогда мы приводим исследование специфического мышечного фермента креатин киназы. Либо это гемолиз. Гемолиз может быть ситрогенным, но в таком случае лаборатория сделает вам пометку на гемолиз. Вы будете иметь это в виду. Либо это гемолиз по причине гемолитической анемии, но опять же, мы ее можем дифференцировать по гематокриту. Если ни повреждения мышц, ни гемолиза нет, значит, это гепатопиллярная причина. Значительные мышечные нагрузки и внутримышечные инъекции также очень часто будут являться причиной повышения уровня АСТ, и тоже это нужно иметь в виду. И из таких, наверное, моментов, сейчас коснемся периода полураспада АСТ. Дело в том, что АСТ с АЛТ повышается примерно одинаково, но он гораздо быстрее приходит в норму, потому что период полураспада у него гораздо короче. Это референсные интервалы, принятые в нашей лаборатории. Опять же, о патологических цифрах мы говорим в случае собак. Если уровень АСТ будет порядка 180, у кошек порядка 150. Период полураспада АСТ у собак от 5 до 22 часов, у кошек всего 1-2 часа. И как только повреждающее воздействие прекратится на гепатоцит, фермент в течение 3-4 дней вернется в норму. Основные причины, как мы уже говорили, будут различные. Это, прежде всего, гепатобилярные заболевания различные, это влияние лекарственных препаратов в результате индукции, это тяжелые мышечные повреждения, и это гемолиз абсолютно разный. Коэффициент Деритиса. Надеюсь, никто не пользуется им, потому что коэффициент Деритиса не работает в ветеринарии. Он действительно используется в гуманной медицине для дифференциации сердечных заболеваний от гепатобилярных, но абсолютно не работает в ветеринарии. Глутамат и кидрогеназа. Это, в принципе, такой интересный фермент. Американцы его не любят. Как правило, они используют его в рутинном профиле. Но в Европе в некоторых лабораториях до сих пор он пользуется. В принципе, мы тоже пользуемся, и он достаточно неплохой, потому что он именно гепатоспецифичный, содержится только в митохондриях гепатоцитов. Опять же, это чувствительный фермент для заболеваний печени, также будет у жвачных и лошадей, у которых не работает АЛТ. Щелочная фосфатаза — основной такой уникальный фермент, который содержится в огромном количестве внутренних органов и который также не является, наверное, все-таки гепатоспецифичным. Основной уровень щелочной фосфатазы у нас представлен печеночной щелочной фосфатазы. Это фермент мембранно связанный. Он содержится и в печени, и в почках, в кишечнике, и в плаценте. И о чем важно знать, и животных различают два основных изофермента. Это фермент кишечный и тканеспецифичный. В результате они продуцируются двумя различными генами. В результате модификации тканеспецифичного фермента мы получаем, соответственно, печеночный изофермент, почный, костный и плацентарный. Кишечный, в свою очередь, подвергается модификации, превращается в уникальный изофермент, характерный только для собак, который повышается под воздействием стероидов. Еще важный момент. Несмотря на то, что щелочная фосфатаза содержится в огромном количестве органов, мы должны помнить о том, что период полураспада щелочной фосфатазы почек, кишечника, плаценты, он минимальный. Соответственно, никогда эти изоферменты не смогут повлиять на наш сыворочный уровень щелочной фосфатазы, который мы видим. То есть они не могут являться причиной ее повышения. За исключением кошек, у которых глубоко беременных кошек действительно считается, что щелочная фосфатаза плацентарная может повышаться в результате изобеременности. Референсные интервалы приняты в нашей лаборатории. Что касается собак, то здесь работает стандартный алгоритм, то есть мы о повышении говорим в случае превышения верхней границы в три раза, то есть это порядка 450-500. Что касается кошек, то здесь совершенно другая история. У кошек очень короткий период полураспада щелочной фосфатазы, всего 6 часов. Поэтому, когда мы встречаем повышенную щелочную фосфатазу у кошек, мы должны быть внимательны к любой цифре, которая выходит за верхнюю границу референсного интервала. К сожалению, очень часто из-за такого короткого периода полураспада у кошек с холестазом мы не будем видеть повышения активности этого фермента. Основной маркер щелочной фосфатазы является основным маркером как в гипотабилиарных заболеваниях, так и гиперадренокротицизма. Соответственно, максимальные цифры мы будем видеть при холестазе, при опухолях, при индукции фермента в ответ на стероидную терапию и различные хронические заболевания. Непосредственно печёночные щелочные фосфатазы, которые у нас содержатся в желчных эпидемиальных клетках и содержатся в канализе мембранных гипотоцитов. Соответственно, повышать уровень щелочной фосфатазы будет при холестазе, опять же, в связи с повышенной индукцией, либо из-за того, что поскольку это мембранно связанный фермент, происходит под действием желчных кислот растворение мембраны. И повреждение такой клетки приводит к тому, что выпускаются пузырьки мембраны и повышается уровень щелочной фосфатазы. Основные максимальные цифры мы будем видеть прежде всего при холестазах. Холестаз может быть как внутри печёночным, так и в непечёночном. При опухолях это могут быть опухоли печени, первичные метастазы и при глюкокортикоиды. То есть это могут быть стероидная терапия, это может быть гиперадренокортицизм. Ещё такой интересный момент. Это могут быть просто эндогенные стероиды, которые будут продуцироваться на различные хронические заболевания. И, соответственно, когда мы интерпретируем повышенную активность щелочной фосфатазы, мы всегда должны учитывать возраст животного. Потому что помимо печёночного изомера существует ещё костный изомер, который участвует непосредственно в росте костной ткани. Любая остеобластная активность будет повышать уровень костного изомера щелочной фосфатазы. Единственное, что здесь мы никогда не увидим каких-то там высоких цифр в 5-10 раз. Повышение будет очень лёгким до умеренного. Щелочная фосфатаза повышается от 2 до 3 раз. Соответственно, если это у нас щенки и котята до 6 месяцев, и лаборатория не делает специальный бланк для щенков и котят, вы должны, когда интерпретируете такой анализ, иметь это в виду. У собак гигантских пород повышение уровня щелочной фосфатазы может сохраняться до 15 месяцев. Из таких патологий, если это не молодой возраст, мы можем наблюдать при остеосаркоме, при метастазах опухоли в кости, остеоми и лице, опять же, вторичный гиперпаратириоз и гиператириоз кошек. Следующий изомер уникальный собачий, который можете встречать в литературе. Он имеет разные аббревиатуры, CLP либо GLP. Он как раз очень интересный. Он стимулируется именно кортикостероидами. Причем, что это могут быть как экзогенные, так и эндогенные препараты. Также противосудорожные препараты, в основном это феноборбитал, который также способен повышать уровень щелочной фосфатазы. Причем, что кортикостероиды, они повышают не только уровень специфического собачьего изомера, но они также повышают уровень и печеночного изомера. Что касается стероидов, я думаю, вы знаете так все. Независимо от того, какой это будет препарат и какой будет способ введения, будет это только местное нанесение либо в термологические капли, мы будем сталкиваться с повышением активности щелочной фосфатазы. Причем, что это могут быть огромные цифры, от 10-20 раз щелочная фосфатаза может превышать норму. Изменения будут зависеть от курса, от дозы. Опять же, если вы используете препараты с пролонгированным каким-то курсом мы будем наблюдать в течение нескольких недель, даже после отмены препарата, повышенный уровень щелочной фосфатазы. И, соответственно, для того, чтобы нам действительно понять, холестаз это либо индукция по действиям лекарственных препаратов, мы должны проводить дополнительные тесты. Это либо билирубин, определяем билирубин, но опять же, билирубинами не так часто встречается, поэтому в таком случае мы должны лучше использовать тесты на функции печени. Это определение концентрации желчной кислоты. Интересный момент, который также связан с щелочной фосфатазой, это влияние породы. Есть два состояния, описанных у сибирской хаски и описанных у скотч-терьера. Семейная доброкачественная гиперфосфатомия. Как-то мы можем видеть повышение уровня щелочной фосфатазы абсолютно здоровых собак. Что касается хаски, в литературе опять же описывается, что повышение может быть умеренным, то есть щелочная фосфатаза повышается от 3 до 5 раз, у скотч-терьера повышение может быть очень сильным до 20 раз. Но опять же, эти патологии мы можем... Ну это опять же, да, это доброкачественная, это не патология, это не болезнь, просто это нужно иметь в виду, ну и ставим мы все равно методом исключения всех возможных других причин, которые у этих собак могли бы повысить уровень щелочной фосфатазы. Также описано идиопатическое... При идиопатической гипертригрецидемии цверкшнауцеров мы можем также встречаться с умеренным повышением активности щелочной фосфатазы. Из других причин это лимфомы и опухоли молочных желез также способны повышать активность щелочной фосфатазы достаточно сильно. Основные причины высокого уровня щелочной фосфатазы здесь приведены. Препараты, которые способны повысить уровень щелочной фосфатазы по причине индукции либо холестаза. И несколько слов про другом ферменте, отвечающих за холестаз, это ГГТ. ГГТ наибольшая концентрация содержится у нас в клетках почек, в эпителии почных канальцев, и в максимальной концентрации содержится в поджелочной железе. Уже меньше количества он содержится в гепатоцитах. Но дело в том, что при заболевании поджелочной железы выброс ферментов произойдет в протоке, при заболевании почек выброс ферментов произойдет в мочу. То есть на уровень целоруточной ГГТ они никак не отразятся. Что касается собак, в принципе, это малочувствительный показатель холестаза у собак и считается, что хороший показатель холестаза у кошек. Основные причины повышения ГГТ у кошек рассматривают непеченочную обструкцию, холонгиты, холонгиогепатиты и циррозы. Но, честно говоря, у нас как-то с ГГТ отношения не особо сложились. Не знаю, может быть, дело в наборе, но как-то каких-то хороших корреляций холестаза у кошек и повышения активности ГГТ достаточно редко. Также помним о том, что кортикостероиды, способные повышать активность ГГТ вследствие индукции феноборбитал реже и галатан в течение 2-7 дней после наркоза. И несколько слов о болезнях печени, ассоциированных лекарственными препаратами. Дело в том, что все животные, которые получают препараты из вышеперечисленных групп, должны находиться под регулярным контролем. То есть должна быть проведена беседа с владельцем о том, что поскольку все эти препараты могут вызвать как токсические гепатиты, так и просто индуцировать повышение фермента. Эти два состояния нужно всегда уметь различать. Поэтому, соответственно, вы должны предупреждать хозяина о том, чтобы он внимательно относился к своему животному, замечал любое какое-то недомогание, которое может проявляться тошнотой, отсутствием аппетита, какое-то различное изменение, которое мы можем видеть, характерно для токсических процессов. И, соответственно, у таких животных мы всегда проводим мониторинг как печеночных ферментов, так и проводим тесты на функции печени, то есть регулярно. После стероидной терапии, после отмены препаратов, возвращение показателей к референсным интервалам может наблюдаться достаточно долго, в течение двух-трех месяцев. В данном случае достаточно сложно отличить индукцию от токсических изменений. Поэтому такой непростой процесс, и в связи с чем нужен постоянный мониторинг. То же самое относится к фенобарбиталу. Мы знаем, что подход к пациентам, находящимся на терапии фенобарбиталом, должен быть очень индивидуальным, поскольку фенобарбитал способен как повысить индукцию фермента, так и вызвать токсический гепатит и гепатокожный синдром. Поэтому после назначения фенобарбитала мы обязательно должны отследить повышенную активность ферментов, если повышена активность ферментов, через две недели после назначения препарата и в дальнейшем повторять исследования раз в месяц обязательно. То есть, соответственно, мы смотрим ферменты и мы смотрим тесты на функции печени, такие как исследование желчных кислот. И в заключении что мы должны помнить? О том, что прежде всего печёночные ферменты они чувствительные, но малоспецифичные тесты, на изменение активности которых может оказать огромное влияние различных патологий, не связанных с печенью. Соответственно, оцениваем повышенную активность печёночных ферментов вместе с другими изменениями лабораторных тестов. Обязательно проверяем тесты на функцию печени, смотрим общий анализ крови, анализ мочи. Не забываем о том, что очень часто мы можем сталкиваться с вторичной реактивной гипотопатией по причине основного заболевания. Очень часто вторичную реактивную гипотопатию мы можем видеть при обиде, при воспалительном заболевании кишечника и при панкреатитах. И в таком случае, как многие врачи кричат о том, что повышенный фермент, надо лечить гепатит. Никакой гепатит здесь лечить не нужно, то есть это изменения обратимые, и какие-то гепатопротекторы либо какие-то другие препараты здесь неэффективны. То есть это временное явление, как только этиологический фактор устраняется, ферменты вернутся в норму. Соответственно, помним о том, что печёночные ферменты не оценивают функции печени. И основная причина повышения активности ферментов либо мы видим индукцию на лекарственные препараты, либо это повреждение мембраны гепатоцитов, либо это холестаз. И в зависимости от наших дифференциальных диагнозов мы назначаем дополнительные тесты в виде концентрации желчных кислот, аммиака, либо диагностики инфекционных заболеваний. В данном случае мы рассматриваем у собак лептоспироз, инфекционный гепатит, у кошек инфекционный перитонит. Тут характерный случай собачки, которая в течение трёх недель получала преднизолон. На что здесь следует обратить внимание? Мы видим высокий холестерин и триглицериды, характерные для астероидной гепатопатии, для астероидного гепатита. Видим повышение АСТ и видим повышение ЛТ, но цифры значительные, то есть это не в два и не в три раза. Мы видим повышение ГГТ. Что касается ГГТ и АСТ, это в принципе такие два показателя, которые немножко нам помогают дифференцировать индукцию от патологического влияния, потому что АСТ и ГГТ это показатели, которые меньше всего подвержены влиянию индукции. Здесь видим уже значительный холестаз и прежде всего, что нам помогает высокий билирубин. То есть в данном случае это уже не стероидный гепатит, а мы уже сталкиваемся с токсическим гепатитом, и собака обратилась уже в тяжелом состоянии, она с анорексией, с вялостью и слабостью. И еще один клинический случай, это собака с ядрогеном синдромом Кушинга после кинолога. Очень характерно, можно видеть повышение щелочной фосфатазы значительно именно на воздействие кортикостероидов. Рекомендуемая литература, это наши основные библии, это Кирк, Нельсон и Эттинджер. В принципе, очень хорошо описаны все возможные изменения печеночных показателей в данной литературе. И очень интересная книжечка по биохимии. Здесь описана вкратце самая теория и очень хорошо описаны клинические случаи. Статью по изменению активности печеночных ферментов, она уже достаточно старенькая, я думаю, с ней знакомая, все достаточно грамотно написано. Продолжение следует...